Перед районными властями руководство города поставило задачу вывести из тени нелегальный бизнес. Многие коммерсанты на птичьих правах торгуют на рынках. На этот раз проверка нагрянула в торговые ряды в 15 микрорайоне. Какие нарушения выявлены и кого наказали, увидим прямо сейчас. Что не торговые точки на рынке 15 микрорайона, то нарушения у Елены Шараповой семейный бизнес. Парфюмерия фирма зарегистрирована на сына, торгует сама. Не знала, что нужно наниматься на работу продавца официально. Теперь придется заплатить штраф. Откройте, пожалуйста, администрация Гирвского района. Ну нет, она уже сейчас не откроется. Рейды по рынку 15 микрорайона и по другим рынкам Самары проходят регулярно. По поручению главы города Елены Лапушкиной нужно вывести из тени весь малый и средний бизнес. Чтобы предприниматели регистрировали фирмы, правильно оформляли арендную плату, легально нанимали на работу продавцов. Пока с этим проблемы. Соответственно, идет сокрытие налоговой базы, недопоступление налогов в бюджет района, города и области. И мы в рамках всех наших возможных мер пытаемся добиться того, чтобы наши трудовые точки легализовывались. Пытаемся с ними бороться в рамках наших полномочий. Ну, в общем-то, определенные успехи у нас имеются в этом плане. Легализовать бизнес в Кировском районе сотрудникам администрации помогают полиция, прокуратура, налоговая инспекция. Во время совместного рейда комиссия выявила десятки нарушений трудового законодательства и предпринимательской деятельности. На данной точке нарушение неприменения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2019 года должна быть применена контрольно-кассовая техника. Реализовываться товар с применением контрольно-кассовой техники для ведения бухгалтерского учета. Мы, как администрация района, вплотную этим занимаемся. То есть каждый день рейды у нас, каждый день рейды. Это просто в обязанности, что у нас записано. На первый раз предпринимателей, нарушивших закон, строго не наказывают, вызывают на беседу в административную комиссию. Она работает еженедельно. Если консультации не помогают, то включается система штрафов от полутора до десяти тысяч. В прошлом году теневой бизнес Кировского района заплатил государству несколько сот тысяч рублей. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok